Для того, чтобы не заболеть зимой, самое главное соблюдать правила трехслойности. Первый слой должен забирать влагу, это может быть как футболки, так и рубашка с длинным рукавом. Второй слой должен задерживать влагу, сохранять тепло. Это может быть как свитер, так и теплая кофта. И третий слой защищает организм от влаги и ветра. Здесь уже в зависимости от температуры. Либо шуба, либо куртка. Завтрак в зимний период времени должен содержать большое количество жиров, белков и углеводов, так как ресурсов для потребления тепла организм требуется больше. Горячих напитков перед выходом лучше не пить. После употребления кофе или чая тело нагревается, скажем так, минимум до 20 градусов. После того, как мы выходим на холод, оно опять же остывает, как минимум, на 20 градусов. Постоянные скачки, перемены тепла в сосудах, то расширение, то их спазм приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как и у людей с хроническими, так и у здоровых людей. Для того, чтобы укрепить иммунитет в зимнее время, мы должны особое внимание уделять профилактике. Не хватает в основном витамина Д и также витамина С. Основные витамины мы берем из фруктов и овощей. Что касается витамин Д, мы, конечно, используем все-таки препараты. За витаминами, особенно таблетированными, гнаться не стоит. Основу нашего иммунитета составляют основные правила здорового образа жизни. Это поддержание хорошего самочувствия, активная физическая нагрузка, далее рациональное питание, хороший сон и отличное психическое здоровье. Если вы пьете горячие напитки на улице, особенно в морозный день, у вас создается впечатление, что вы согреваетесь. На самом деле происходит обратный эффект. Организм, выделяя тепло, быстрее замерзает. С алкоголем происходит то же самое, только резко теряется чувствительность организма, и вы можете не почувствовать, как вы замерзли, вследствие чего можно получить обморожение конечностей.